В Выборгской епархии среди школьников прошла интеллектуальная игра, посвященная Рождеству Христову. Несмотря на то, что ученики представляли светские учреждения, их знания о празднике оказались на высоте. Репортаж Марина Ивановской. По пять кандидатов от 15 школ, три площадки и жаркая борьба. Причем младшие школьники не отстают от старших. Этот брейн-ринг посвящен Рождеству Христову. Он второй по счету. Первый прошел весной, его темой была Пасха. Элемент игры, он всегда интереснее, чем сухая лекция какая-то, сухой какой-то урок. Потому что, как мы знаем, взрослые воспринимают, сколько, 15-20 минут, первые на лекции. А детки, они же тем более, их надолго не хватает. Поэтому такой элемент, такой подачи, это более интересно. И определенное соперничество здесь есть. Ну, конечно, кто-то бывает грустит потом немножко. Но мы стараемся так, чтобы никого не обидеть, всех порадовать какими-то подарками. Интеллектуальную игру готовили вместе. Епархиальное отдело религиозного образования и катехизации Выборгской епархии и местная администрация. Ну, идея, безусловно, принадлежит нашему епископу, владыке Игнатию, епископу Выборгскому и Всеволожскому. Значит, конечно же, отделу, епархиальному отделу образования. Вот. И мы с удовольствием откликнулись на это предложение провести в школах Всеволожского района «Брейн Ринг». Мы после первого конкурса провели опрос, насколько интересны это детям. И мы получили буквально от всех детей положительный отклик. Вопросы к игре готовило духовенство Выборгской епархии. Некоторые из них отличались особой глубиной, другие – оригинальностью. А вот совсем простых вопросов не было. Уровень сложности вопросов нам был задан таким образом, исходя из опыта пасхального «Брейринга». Проведя, опять-таки, наш районный этап на достаточно, так скажем, щадящем для детского сознания понимании уровней, мы столкнулись с тем, что в финальном конкурсе в «Брейринге» в городе Выборге вопросы, особенно части ее богословского осмысления, были уровня, так скажем, начальных классов семинарии. Игра длилась больше часа, вопросы сыпались один за другим, руки и флажки взметались ввысь, иногда даже раньше сигнала. И вот наступил трепетный момент, когда жюри подсчитывают баллы и выбирают победителя. Надо сказать, что игра была по-настоящему активной и достаточно сложной. Вопросы тоже отличались трудностью. Например, вот такой. В дореволюционной России, в день Рождества Христова, в храмах служился благодарственный молебен с главопреклонением. Какое историческое событие вспоминалось? Я, например, затруднилась с тем, чтобы найти правильный ответ. Но дети не растерялись и давали свои варианты. Однако правильного ответа все-таки не произвучало. Он действительно достаточно неожиданный. Изгнание Наполеона из России. Победил лицей номер один. Все получили памятные грамоты о выигравшей Библии. И, конечно, кубок. Соперники не огорчены, а с достоинством поздравляют победителей. В том году тоже заняли второе место. Первый лицей – молодцы. Первая школа участники. Хорошо готовы. Ребят ждет еще несколько отборочных туров и финальная игра, в которой не будет проигравших. Ведь приобретенные знания – хорошая награда. Редактор субтитров А.Семкин